Автомобильный бренд «Аватер» готовится к запуску четвертой модели – седана «Аватер 06». Новый седан в техническом плане максимально унифицирован с бюджетным кроссовером компании «Аватер 07» и выйдет в двух версиях – электрической и гибридной. Где бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор. Седан нацелен на конкуренцию с Tesla Model 3, Zikr 007 и Xiaomi SU-7 в классе среднеразмерных электроседанов. Первые поставки ожидаются в апреле. Цены пока неизвестны, даже предварительные, но ориентиром может служить кроссовер 07, стоимость которого в Китае варьируется от 30 до 40 тысяч долларов. Седан, вероятно, стоимостью будет в том же диапазоне. Аватер – это совместный премиальный бренд «Чанган», который владеет 40% акций, и «Кэтл» – 17%, остальное принадлежит местным инвестиционным фондам. Huawei не имеет акций, но является технологическим партнером и поставщиком компонентов. В модельном ряду компании три автомобиля – кроссовер Fastback Avatar 11, Liftback Avatar 12 и компактный кроссовер Avatar 07. Ранее компания выпускала только электромобили на аккумуляторах. Однако недавно компания вышла в сегмент гибридов с увеличенным запасом хода, чтобы увеличить объемы продаж. В ближайшее время Avatar начнет продажи своей четвертой модели – седана 06. Экстерьер Avatar 06 – это вариация на тему дизайна более крупной модели Avatar 12. Основное отличие новинки – лидар на крыше. Внешность автомобиля включает двухэтажные светодиодные ходовые огни, а основной блок фар остается на привычном месте. Как и большая закрытая передняя часть с активным воздухозаборником в переднем бампере, который позволяет снизить сопротивление воздуха на 0,02 и увеличить запас хода на 16 км. Задние фонари имеют две тонкие полосы. Оба автомобиля имеют схожий стиль кузова, скрытые дверные ручки, идентичные накладки на передних крыльях и одинаковый рисунок колесных дисков. Заднее стекло отсутствует в его привычном виде – панорамная крыша, которая опускается до края крышки багажника. Также доступны камеры вместо традиционных зеркал заднего вида за доплату, как и у старшей модели. Автомобиль будет доступен в шести цветах кузова – фиолетовом, сиреневом, белом, сером, черном и оранжевом. Краска имеет восьмислойную структуру с толщиной пленки 160 микрон. Зеркальный глянец в сочетании с многоцветным эффектом меняет оттенок в зависимости от угла освещения. Новинка имеет длину 4855 мм, ширину 1960 и высоту 1450, с колесной базой 2940 мм. По сравнению с моделью Аватер 12, он короче на 165, уже на 39 и ниже на 10 мм. Колеса – на 20 или 21 дюйм. Ожидается пневмоподвеска, но ее наличие в базовой версии пока не подтверждено. В любом случае, модель получит полностью независимую подвеску с регулировкой жесткости амортизаторов CDC. Масса автомобиля колеблется от 2120 до 2320 кг, в зависимости от версии и комплектации. Аватер 06 будет доступен в двух версиях – электрической и гибридной, с увеличенным запасом хода. Электрическая версия предложит два варианта привода – заднеприводной 343 силы и 365 ньютон метра тяги и полноприводной, где мощность электродвигателя на передней оси составляет 256 сил и 280 ньютон метра, суммарная мощность – 598 сил и 645 ньютон метра. Оба варианта оснащены батареей Кэтл на 82 кВт-часа, что обеспечивает пробег до 610 или 650 км, соответственно. Естественно, измерения проводились по китайскому стандарту. Заявленный заряд с 0 до 80% займет всего 20 минут. Гибридная версия оснащена задним электродвигателем мощностью 314 сил и бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра на 156 сил, он работает исключительно в режиме генератора. Автомобиль оборудован литий-железа, фосфатным аккумулятором емкостью 39 кВт-часа от Чанган, что обеспечивает электродвигателю запас хода от 170 до 240 км. В гибридном режиме общий пробег достигает до 1100 км. Максимальная скорость электрокаров – 200, у гибридной версии – 190 км в час. Информации о версии с полным приводом для гибридной модели пока нет. Однако у сопоставимого кроссовера 0.7 есть полноприводная версия, что дает основания ожидать появления такого варианта в будущем. Интерьер «Аватер 06» воплощает концепцию будущего объемного кокпита с минимизацией физических кнопок, что создает комфортную и высокотехнологичную атмосферу. Центральная консоль включает 35- и 4-дюймовый экран, на котором отображается вся основная информация, включая данные с приборной панели и навигацию. Управление осуществляется через 15- и 6-дюймовый тачскрин. Оба экрана работают на Harmony OS от Huawei. Дополнительный дисплей для изображения с боковых камер расположены рядом с основным экраном, улучшая видимость, а также присутствует цифровое зеркало заднего вида. Салон 06 сочетает технологичность и стиль. Овальный руль с переключателем передач на рулевой колонке, кнопки на дверных карточках вместо ручек и скрытые воздуховоды подчеркивают минимализм и инновационность. В центре две беспроводные зарядки, подстаканники и скрытый отсек для хранения. Использованы премиальные материалы кожа, напа, замша, шпон березы. Дополняют атмосферу система ароматизации, фоновая подсветка и аудиосистема Meridian с 25-ю динамиками мощностью 2016 Вт. Благодаря технологии декодирования Huawei Elite Sound обеспечивает превосходное качество звука. Это создает эффект полного погружения, при котором прослушивание становится таким же захватывающим, как в кинотеатре. Передние сиденья оснащены 14-позиционной электрической регулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Спинка регулируется до положения полулежа на 120 градусов одним нажатием кнопки. Заднее сиденье просторное, с достаточным пространством для головы, коленей, плеч и локтей. Угол наклона спинки заднего сиденья регулируется. Объем багажника варьируется от 416 до 1266 литров, а под полом скрытое пространство объемом 30 литров. Багажник имеет продольный проем шириной 745 мм, что упрощает загрузку и выгрузку, идеально подходя для ежедневных поездок и дальних путешествий. В кузов седана встроены лидары, радары, камеры и ультразвуковые датчики, которые поддерживают продвинутую систему водительских ассистентов от Huawei. Автомобиль оснащен передовыми системами активной и пассивной безопасности, что обеспечивает максимальную защиту для водителя и пассажиров. Он прошел тесты на столкновения по китайским и европейским стандартам, что подтвердило его высокий уровень безопасности. Продажи Avatar в 2024 году оказались ниже ожиданий. С января по ноябрь было продано 45 445 автомобилей, что не дотягивает до намеченной цели. Введение модели Avatar 06 является ключевым шагом в стратегии бренда, направленной на усиление позиций на рынке и рост объемов продаж. Avatar 06 с передовыми технологиями Huawei. Мощной батареей Cattle и футуристическим дизайном с премиальными материалами отделки, мощной акустикой и интеллектуальными системами создают уникальный опыт вождения. Будет ли Avatar 06 тем самым автомобилем, который сможет затмить Tesla Model 3 и Xiaomi Su7? Ответ мы узнаем уже в апреле, когда первые владельцы испытают его на дорогах. Но одно ясно уже сейчас, этот седан не останется незамеченным. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео и оставить комментарий с вашим мнением. Мы всегда рады узнать, что думают наши зрители. Спасибо, что с нами. До следующих встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok